мы нищие и многих обогащаем это наша власть мы нищими себя называем не потому что у нас ничего нет а потому что мы сделали дистанцию мы отрешились мы сказали да это все ерунда управление номер один ты поставлен на управление поставлен как сын на которому поставили печать на лбу раздавать хлеб жизни это сын который не говорит да мне козленка сын который раздает этих козлят назначает урочно служанкам меру хлеба выделяет мне не нужен миллион долларов мне нужно миллион возможностей процветание не здесь процветание здесь я хочу чтобы ты знал единственная цель у отца в твоем процветание я ведь избрание здравствуй мой дорогой друг мой сверхъестественный правитель царь владыка богач миллиардер мульти миллионер как тебе нравится любой из этих терминов он подходит к тебе потому что все что ты можешь сказать о себе отец сказала тебе давным давно и даже намного больше я верю что утро на престоле проходит примерно в таком контексте когда тебя разбудили и сказали вставайте царь вас ждут великие дела ты сладко потянулся как соломон и написано что он пробудившись вспомнил что у него был сон написано и вот он проснулся и вот это был сон ты вспомнил свою встречу и это хорошее время друг мой когда ты можешь каждое утро приучать себя вспоминать эту встречу потому что у тебя теперь есть свой гаваон своя ночь царя это мы еще чуть чуть попозже упомянем и я скажу в чем ценность этой ночи потому что я храню все свои вот эти гаваоны глубоко в духе это моя тайна это мое сокровище я сложил это вот как помните мария слагала слова слова в свое сердце вот у каждого святого у каждого царя у каждого владыки должно быть должна быть такая сокровищница я упоминал о ней в ранних видео и говорил что у меня есть такая сокровищница с откровениями это мой жемчуг это мои сокровища это то что держит меня на плаву в любой ситуации это то что делает меня несметно богатым я все время взвешиваю вот так как давид он говорил преклони сердце моё к откровениям они корысти я все время вспоминаю что для меня важнее мои откровения либо мои побуждения какой каким-то материальным вещам и каждый раз когда сокровищница жемчуг с откровениями перевешивает всякий раз это сопровождается впоследствии и финансовым всплеском также поэтому я тебя поздравляю сегодня у нас будет последний урок в этом блоке утро на престоле после чего мы приступим как говорится закасаем рукавчики и начнем входить во вкус царствовать мы будем говорить много про деньги про бизнес мы будем говорить про финансовое многоигранное процветание не связано этом так называемым бизнесом да потому что мне много задают вопросов даже такие хочу денег хочу денег но не хочу бизнеса вот ну это примерно забегая вперед из такой оперы что дай козленка управления забери себе поэтому друзья мои друзья мои друзья мои без бизнеса никак просто его есть разные виды но бизнес это переводится как дело у тебя должно быть свое дело любая попытка иметь деньги не имея своего дела это плохо это имели на печи вот поэтому начаться этого можно но никогда нельзя этим закончить что умножать какое владычество если у тебя ну нету дело также скажу друзьям и что мы наследники послушайте меня очень внимательно мы наследники скажи себе я наследник наследник друзья мои это не просто человек не просто личность которому отвалилили по наследству денег кроме ресурса нам еще мы унаследовали владычество власть это как если бы тебе передали в управление по наследству город а ты бы сказал но я не хочу управлять продам город и просто буду спускать деньги это катастрофа отец знаете как если бы это случилось в такой земной плоскости отец бы наверное гробу перевернулся узнав что ты сделал то есть продать фамильное имение для того чтобы просто жить на него вместо управления вместо приумножения это катастрофа скажи о себе да не будет со мной этого вовек вот и друзья мои в прошлых уроках вот в этом утро на престоле мы говорили о желаниях я изучаю как реагируют слушатели курсанты на вот этот момент и обнаруживаются разные вещи кто-то не знает чего хотеть это вообще серьезная ситуация кто-то меняет приоритеты это очень здорово кто-то открывает свои желания и обливается слезами что оказывается можно было хотеть все это время да мне прямо писали говорят что да там 20-30 лет религия мне говорила что желать это вообще не скромно это плохо и когда человек сын божий услышал новость что оказывается то все задуманное весь этот план спасения как мы его раньше называли он-то и был для того чтобы ты наконец осознал себя сыном и соответственно сыну которого которому можно желать я помню что старший сын в притче о блудном сыне как мы называем это да он не смел желать он горит и мне не дал козленка он считал что это нехорошо будет вообще какие-то желания лично озвучивать он считал что надо только служить 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 отец изумился горит так ты хотел я думал ты не хочешь ты же мог это делать просто управлять берешь у тебя надо и как бы ну то что мы и говорим постоянно поэтому друзья мои относительно ваших желаний до пишите ваши желания но я хочу чтобы вы были емкими глубокими в этом потому что ничего плохого хотеть что угодно ничего плохого даже список из желаний написать но я делюсь как у меня работает я писал немного желаний я помню что однажды пришел к одной сестре в гости она была моим помощником служителям я увидел у нее на холодильнике список желаний потому что это не новость писать список желаний это нормально и но этот список желаний он был очень интересным первым пунктом там была записана шуба хочу шубу норковую я не ну даже не стал смеяться я думаю хочет человек шубу это нормально кстати это было уже много лет назад уже тогда я понимал что шубы это нормально и машина это нормальные квартиры это на и никогда не смеялся с таких желаний чувство того что отец хочет прямо знаете купить меня исполнением желаний она у меня было и тогда сейчас она у меня вообще такое достигает иногда ну таких смелых вообще вещей да потому что когда я понял вот это царскую душу что называется царский дух помните цари любили сказать такой даже до полуцарства проси что хочешь царям природа царей такова что им нравится просто вот вот такие жесты и наш отец он такой проси даже до полуцарства тебе дома поскольку ты сын представьте что он такие слова они исходили из уст царей даже не детям каким-то он там станцевала там и радиада или кто там ну вот это вот девочка да и роду да и он там верит просит любое тоже любое желание она будет исполнена это царский порыв и представьте сынок царя который боится отцу сказать ему какая-то . нужно просто и все вот и но знаете что я вам хочу сказать отцу нравится когда ты вот просишь что-то но ты знаешь зачем тебе вот ему нравится просто вникнуть или как правильно сказать чтоб ты озвучил свои мысли знаете вот такая вот позиция хочу мешок золота чтобы с потолка упал но это вообще это не управление ему нравится твоя знаешь мудрость чтоб ты расставлял все в своей жизни машина тебе нужно окей будет машина только хорошо бы сынок чтобы ты знал для чего она тебе но такой аргумент друзья мои ну это просто там для понта я вот хочу выйти во дворе вот так с мерседеса это неплохо но это как прилагаемое узнаете вот чтобы все увидели как как-то это ну отразилось на положение царства чтоб все увидели как это здорово бог может благословляет он это все хорошо но это как приложение потому что в начале управления вот как слова это сияние успеха сначала успех потом слава как после как сияние успех как ну вот этот то что делает известным поэтому когда вы пишете свои желания будьте конкретными рассудительными потому что помните да неверный управитель он начал догадливо поступать когда оказался без работы если у тебя сейчас все не очень выглядит да вот эти декорации начинай догадливо поступать тебе нужно расставить свои желания прямо работать с ними желания как источники энергии я уже говорил и дух святой мир божий вот этот дух святой он будет эти желания с ними он буквально их будет использовать как проводящую ну силу как источник силы для того чтобы утверждать тебя в этом видении и помогать воплощать осуществлять ожидаемое вот как это работает поэтому свои желания вот слушай меня мы когда-то говорили про выставление глаз светильников свои желания их вот реально нужно иногда выставить как светильники то есть что это означает ты открыл глаза и сразу понимаешь сферы в которых ты реализуешь свою веру ожидаемое поэтому ты напиши свои желания но я хочу чтобы ты в любое время суток разбудить тебя даже ночью взял и перечислил все свои желания поэтому я и не говорил что их должно быть сто или двести чтобы ты доставал эту челобитную там и знаешь как зачитывал это должно овладевать буквально твоим зрением видением на будущее я буду жить вот так и так потому что здесь у меня желание воплощаемое как проект здесь желание тут желание и с этими желаниями написано сильно работает святой дух и когда мы говорим что ты делишься с отцом своими желаниями это должно и на это можно делать и когда ты едешь в троллейбусе вот как я например я еду в маршрутке или там ехал маршрутке я так и делал я просто понимаю что у меня есть там 20 минут я откидывался это буквально занимала у меня там пять минут причем я это делал не как по регламенту а я чувствовал что моей душе это надо особенно когда вокруг декорации когда нету никакого процветания вот видимого да когда у тебя вот на маршрутку две копейки там еле хватило и ты едешь и чувствуешь и я чувствую обычно что если я сейчас не вкушу как благ господь я начну быть злым начну быть раздраженным верить декорациям посылать все лесом вот в таком состоянии лучше не разговаривать вообще ни женой не с окружающими потому что это но это труба просто и я откидывался и просто несколько раз говорил какое счастье быть твоим сыном что со мной это дело меня это сразу возносило есть состояние вознесения вы смотрите наши курсы курс созерцательной жизни состояние вознесения когда вдруг твое сознание возвращается на положенное место небесное место на престоле все что давит на тебя оказывается внизу ты начинаешь владычество я говорю в этот момент кроме какое счастье быть твоим сыном я перечисляю почему счастье в конкретном своем состоянии не просто какое счастье быть твоим сыном я унаследовал спасение нет это не так выглядит это выглядит какое счастье быть твоим сыном вау мое желание оно исполняется ты сам лично утверждаешь меня ты не хочешь чтобы я отпустил это желание ты прямо утверждаешь меня да да твое желание будет исполнено ради этого вся история чтобы ты сын мог воплощать свои желания как мы говорили в предыдущем уроке я перечислял медленно медленно я берет я представляю как я там ну раньше это говорю там сяду в такую машину моя жена со мной наконец-то я не буду чувствовать себя как вот это ну так унижена немножко да то есть я говорил о своем состоянии видео в этом в будущем себя это вообще азбука я вам скажу друзья что этому надо учить детей в АБЦ школе вот вот в воскресной школе надо учить детей и всех новообращенных вот с этого начинать предвкушение об этом говорил Павел он сказал что вы уже вкусили глагола будущего до сил будущего века вот это и есть предвкушение ты сначала вкушаешь сил будущего века до тех пор пока то что ты вкушал не становится для тебя реальностью это не тот момент что ты пойдешь после смерти и там уже будешь кайфовать нет сначала ты вкушаешь видение а потом ты получаешь свою реализацию не будешь вкушать ты не будешь считать бога добрым именно через благость он ведет тебя к изменению мышления поэтому очень важно верить всем сердцем и мозгами что желание воплотимо именно желание он хочет как ты узнаешь сбылось твое желание или нет если ты сам его забыл вот как я приводил олечкин пример она написала и забыла а потом однажды когда уже она была счастлива с лучшим человеком в мире сейчас она вспоминает вспомнила ну там нашла эту запись посмотрел и вау так желание сбылось знаете о чем это говорит что даже желание которые ты иногда забываешь они сбудутся прописанные на подсознание и уж тем более те желания которые ты не забудешь почему потому что желание осознанное как и все осознанно она влечет управление вдруг в момент привожу пример в момент когда у тебя появляется шанс чтобы желание исполнилось вдруг в этот момент ты можешь принять какое-то решение которое ускорит его либо наоборот убережет тебя потому что ты знаешь чего ты хочешь это очень сильно работает в личной жизни наш если ты хочешь лучшего человека в мире на меньшего не на меньшее не согласен ты не будешь отвлекаться что называется на всякую ерунду на что-то мимолетное тебе это не надо в бизнесе точно так же если ты знаешь какого уровня ты хочешь ты не пойдешь там делать ну чего-то не вообще не мы непонятно тратить время на что-то последнее в этом скажу что найти вот есть такой пример у меня недавно был когда человек говорит я хочу устроиться ну в значит на работу сутки трое вот сутки работы трое суток свободен а в эти свободные сутки я буду говорить таксовать и таким образом у меня будет две работы одна постоянная стабильный доход 2 у меня будет ну как на такси я буду и он просто задаю обычный вопрос так ты а ты считал сколько ты примерно на такси в смену зарабатываешь он говорит вот столько-то я говорю хорошо а сколько смен у тебя будет вот сутки трое он горит ну где-то 89 я говорю давай с математику просто сложен за 89 суток вот эти которые ты собираешься сидеть на этой работе сторожем сколько ты можешь на таксовать но если ты уже решил эти таксовать он считает там в разы больше получается чем эта зарплата игру зачем тебе сидеть восемь суток в этой будке и он смотрит на меня такой ну стабильность игру какая стабильность но даже если ты все в такси у тебя плохо пойдет ты все равно заработаешь больше чем сидя в этой будке ты просто не знаешь чего ты хочешь точно так этот маленький пример с наемной работы он работает в бизнесе зачем тебе отвлекаться на это если тебе надо заниматься полномасштабно вот этим все эти часы вот почему важны желания наши когда желание отец будет их утверждать и будешь принимать правильные решения которые лишние из них отпадут потому что это не то чего ты хочешь очень важно и отец он имеющему желание это желание будет наращивать по мере того как у тебя будет приближаться воплощение желание будет расти в один момент даже будут отпадать ненужные желания ради этого и это мы тоже говорили поэтому друзья мои список важен тебя должны разбудить просто ночью и ты готов должен быть сказать все свои желания все 7 10 пунктов назвать раз два три 4 5 6 7 8 9 10 и довольны быть вау класс и отец периодически тебя будет даже будоражить на тему этих желаний хочешь ли ты еще этого вы удивитесь но некоторые из вас реально вы через два-три месяца не захотите желать того чего желаете сейчас почему потому что дух святой будет работать с вами жила с вашими желаниями какие-то увеличит какие-то уменьшит вы увидите прекрасное в чем-то и больше будет фокус поэтому сегодня просто сделайте как я вам говорю напишите эти желания выучите их запомните их периодически их прогонять и через себя в разговоре с отцом дайте ему работать с этим это сильный источник энергии и будете как мы говорили принимать эту творческую энергию из этого халилюи еще один момент друзья который я хочу подкорректировать очень прямо вот знаете как когда мы начали этот курс люди ну кто-то знаете слушатели наши ждали так долго там два года и у них вдруг вас сложилась такая ситуация шелкот курс начнется и все мои проблемы тут же решаться и поэтому у них даже есть какой-то у некоторых есть такое ожидание странного чуть курс начался и до сих пор вот и у меня вдруг машина не материализовалась там не квартира еще что-то там и и некоторые говорят я уволился с работы знал что начнется курс и все решится проходят два урока и они уже за горло меня берут почему меня ну там кормить детей нечем или еще что-то ну буквально и друзья мои это не вопрос того что что-то не происходит это вопрос того что этот курс многогранного процветания он прежде всего об управлении если дать я вот как одному человеку ответил я ему так и сказал я говорю послушай если у тебя нету решения как управлять следующее что будет это тебе нужно идти работать на того кто знает как управлять другого варианта просто не будет поэтому сегодня сосредоточь все свои усилия мозговое умственное на то чтобы увидеть как управлять что делать больше слушай чем тряси отца за бороду что дай мне там чего-то с неба вот это очень важно и про срочность сегодня мы коснемся еще этого срочность больше всего терпеть не могу друзья мои честно вопрос где срочно взять деньги вот вот все вот тебя просто припирает самое интересное что ситуация надо каком росла годами доросла до этого курса вот до таких размеров и человек обрушивает на меня горит мне завтра надо ты же чудотворец финансовый мне завтра надо срочно вот такая сумма иначе конец света настали я говорю давайте созвонимся завтра и убедимся что конец света не настанет никто вам пальцы не отрежет ничего не будет почему вы так уверены что не будет я знаю что ничего не будет запомните друзья мои принцип слушай сюда очень внимательно все что течет изнутри тебя поток он говорит несрочно у тебя вечность все что в тьма пытается ворваться внутри тебя она горит немедленно сейчас отдай или умрешь найди или погибли и вот всему так все такое прочее я хочу сказать друзьям и своей жизни вот я как делал у меня есть такой принцип вам надо его услышать принцип называется переведи все за реку за реку этот принцип я взял у якова яков это было вы знаете кто такой это был божий человек сначала он был яковом потом он стал израилем но в момент когда у него уже было много всего были жены там имущество огромное в этот момент он узнал что ему навстречу идет брат и он понимал что вот с этим всем барахлом своим караваном вот этим он уже никуда от вооруженного брата в сопровождении сотен головорезов уже не уйдет ситуация накалилась то он понимал что брат синид на него уже десятки лет там да за то что он отнял первородство ему конец вы должны понять что иаков понял он знал восточные вот эти все вещи он понял ему конец ему нужно было срочно благословение вот срочно и что он сделал все знают что он вцепился и просил и получил ответ и всем кажется ну вот же смотри классно за одну ночь решил свой вопрос да но перед этим он сделал то что я называю принцип отправить за реку он взял все свое имущество которое с ним было жен караван и отправил вот река разделяла его с братом и он отправил их на ту сторону где брат а сам остался один вот я так делаю когда меня прижимают и горят или или вода или ну знаешь или жизнь или смерть хорошо я как всегда ставлю все и отправляю все это я говорю вот мое все я сразу считаю издержки потеряю вот это 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 вот это все и жизнь свою последнее что я могу потерять это свою жизнь поэтому я ставлю себя сразу в позицию что ничего кроме собственной жизни у меня нет и встречаюсь в этом состоянии с отцом глаза в глаза я говорю я готов опять потерять все если нужно но я знаю что мне принадлежит благословение я выйду туда навстречу брат это не проблема мне сейчас нужно знаете как не бояться мне нужно смелость я всегда прошу смелость и самое главное друзья мои в этом если от вас берут за горло прямо делаете 100 хорошо я иду я поднимаю перчатку иду навстречу вызову посмотрим что будет всякой ситуации которая орет мне в ухо срочно я становлюсь позицию не срочно вот хоть трава не расти моя жизнь мои правила а мы у тебя жизнь отнимем ну тогда отнимайте жизнь я все равно вам не буду подчиняться вот примерно такая позиция яков он был вот такой яков да он отправился за реку думает хорошо брат может отобрать все что она жил убить моих там жен детей последнее что до чего он доберется это буду я но я выхожу к нему навстречу он остался всего лишь помолиться и вышел пошел туда вот примерно так как нужно поступать с тем что мы называем срочно как только тебе в уши кричат срочно говори не срочно если это давление идет все за иордан да там за реку и оставайся тут молись и выходи туда навстречу вот я все как сын божий аллилуйя теперь давайте вернемся в наше царство друзьям и это было такое наставление о срочности это было наставление о желаниях о списках это и другое держите в разуме смотрите друзья что я хочу сказать твой гава он скажи мой гава он он всегда с тобою гава он он нужен знаете это не просто какая-то стадия которую ты однажды прошел гава он это знаешь как вот есть написано что мы носим в себе мертвость господа она заложена вместе со святым духом состояние когда ты стоял в позиции да или нет вот как иаков как соломон и это всегда нужно носить собой это как знаете у рим тумим да или нет да или нет все чувствование и гава он что он в привнес внутри тебя на самом деле мой друг соломона которого ты знаешь сделал не давид соломона сделал гава он да ладно он был сыном царя адония тоже был сыном царя раван тоже был сыном царя адония был до царства соломона он погиб соломон зная деда давида зная не соломон рова зная деда давида зная соломона отца своего не стал не давидом не соломоном почему ура вам и не было говорона и гава он это время вот почему я так сделал целый блок друзья мои я знаю по отзывам я вижу многие сокрушались кто-то я помню писал даже что впервые захотелось за долгое время бухнуться к ногам отца и просто вот изливать ему свое сердце как кто-то рыдал плакал и смеялся с этими видео это вы проходили время которое вы должны сохранить внутри это сильно поможет вам во всем преуспевание друзья мои вот честно вам скажу очень сильно поможет в гаваоне соломон а соломоне сказано он возлюбил господа и понес понес эти ну жертвы эти слова этот крик сердца у него все это знаете как первая любовь о которой говорится в книге откровения вот это то что переживал соломон в гаваоне это была его тайна это было то что он сокрыл своем духе как свою мертвость когда или нет как урим и тумим знаете как вот жребий своей судьбы он родился от давида но адония тоже родился от давида равам родился от соломона и даже был царем это ничем хорошим не закончилось то что тебя делает по-настоящему соломоном ну сыном сидящим на престоле это факт рождения это одно но как царя тебя делает гаваон твое вот это вот перетекание с отцом твое вот это эхо когда он тебе говорит ты царь ты царь ты царь ты правитель как мы уже сказали да что дух это тайна и вот гаваон никто не знал что там приснилось соломону наверное он сам рассказал потому что это записали и это было его основанием теперь друзья мои сохранить этот гаваон вашу личную библию все свои пророчества то что вы слышали в это время то что вы получали откровение я дам еще время ну в этом побыть я уже много раз рассказывал что из таких ночей я вытягивал и вытягиваю продолжаю стоять на этих пророчествах я их пережевывая их в куша я постоянно смотрю на них и когда мне приходится принимать решение я их принимаю с полной уверенностью мои намерения состоятся у меня был гаваон у меня была эта ночь это не просто так это не какая-то позиция самозванца что шапку отдел как раван и горит да у меня через латом поверьте да нет без гаваона ты не можешь такое сказать именно поэтому давид был таким смелым что у него свои 13 лет были с отцом вот этих вещей поэтому положи себе скажи у меня есть мой гаваон мои переживания мои пророчества у меня есть мои сокровенные желания которые я буду воплощать халилюя и также скажу дорогие друзья что скажу несколько слов о наслаждении у нас у нас есть такое те кто давно со мной движется ну знают такое мое кредо что ли да наслаждайся и управляй я хочу напомнить немножко об этом и сказать те кто еще не знает этого принципа либо вы слышали но не вкусили как должен вы знаете что прежде чем я за это скажу есть такой был человек который сказал такие слова я вот вам даже зачитаю он говорит свою следующую жизнь я хотел бы прожить задом наперед начать со смерти сразу одной проблемой меньше горе точнуться в доме престарелых с каждым днем чувствуя себя все лучше и лучше потом тебя выгоняют потому что ты слишком здоров какое-то время ты на пенсии балдеешь да потом начинаешь работать и в первый же день тебя чествуют и дарят тебе именные часы работаешь 40 лет пока не молодеешь до того чтобы наслаждаться бездельем вечеринками выпивкой ну-ка но это мирской человек пишет это готовит тебя к старшим классом школы потом младшим потом ты становишься ребенком проводишь дни в играх ни о чем не заботясь до самого рождения потом ты проводишь 9 месяцев расслабляясь в роскошном санатории с центральным отоплением едой поставляемой в номер становящийся с каждым днем все просторнее и просторнее а потом опля и финале ты превращаешься в оргазм его друзья мои знаете вот это пишет мирской человек и послушайте он сам того не понимая практически практически сказал очень духовные вещи наша жизнь как нового творения начинается с того что мы узнаем что мы узнаем что мы мертвы ты уже умер и теперь вся твоя жизнь она будет только улучшаться минуя все эти стадии которые он как мирской человек увидел по-своему я хочу тебе сказать что конечная цель это блаженство ты становишься сгустком блаженства чем бы ты не занимался он говорит об этом как об оргазме да какая высшая эйфория задуманной для тела человека и по сути дела говоря он проводит эту нить жизни задом наперед но мы эту нить знаем мы все таки живем мы узнаем евангелие с того момента когда нам говорят ты знаешь что ты мертв и ты сразу быстренько разбираешься с этим так умер ну окей умер что теперь а теперь у тебя путь который будет работать на то чтобы становилось все легче и легче лучше и лучше и все в конце концов превращать не заканчивается эйфорией а превращается в сплошной сгусток эйфории где ты уже вообще практически ничего не помнишь ни трудов никаких то там вот этих путей процессов все для тебя вечный небесный кайф запомните эту схему я когда-то в одной из в одном из своих видео сказал как жизнь которая начинается как оргазм вообще может заканчиваться в тлении на кладбище как такое может быть вообще жизнь которая начинается в сумасшедшей задуманной богом вот этой эйфории да как она задумана как она может заканчиваться тлением может наоборот и хочу вам сказать друзья мои что наслаждение мы сейчас говорим за наслаждение наслаждение это вот просто неизменное вечное условие если так можно сказать атмосфера чувствования из которого происходит царство управление я говорил об этом у меня есть видео наслаждайся и управляя просто хочу это обновить в памяти потому что мы дальше приступаем к управлению наслаждение друзья мои это неизменное условие из которого происходит управление если ты пытаешься чем-то рулить в жизни через раздражение через какие-то вот эти гнев там вот как мы говорили быстрее срочно скорее всего ты будешь ошибаться смотрите когда соломон вошел в гаваон его царство не было похоже на наслаждение вы помните с чем он вошел он только что разбирался там с какими-то потенциальными угрозами узурпаторами там садонией у него было такое все он чувствовал свою несостоятельность в каждом своем поступки в каждом в каждый день своей жизни и он пришел туда друзья мои если все суммировать он пришел туда чтобы ощутить внимание ощутить благоволение бога ему было просто мало того что бог благоволил к его отцу это примерно то чувство которое ты переживаешь вот когда говоришь так ну да иисусу то бог благоволил а вот ко мне благоволит и гаваон он нужен был для того чтобы прочувствовать еще и еще направленное на тебя благоволение отца для чего с этого начинается вся эйфория если ты в какой-то момент своего царствования не чувствуешь наслаждения друзья мои это не из-за денег это не из-за чего мне часто говорят ну как можно наслаждаться если там хлеба дома нету наслаждение а вот эта эйфория она только единственный источник настоящий перед лицом помните да вся полнота радости благоволение отца так если хлеба нет хлеб потом появляется когда ты понимаешь благоволение появляется все я говорю тебе духом божьим это работает и знаете как вот блудный сын когда пришел домой все началось с благоволения слушай сюда внимание он еще не поел он еще не попил он еще не переоделся не помылся не побрился ничего этого не было но благоволение уже обнимала его пережимала груди сын мой живой знаете вот это все и отец своим благоволением вот слушай сюда внимательно создавал учу у этого сына у этой личности внутреннее право на пользование без этого внутреннего права это внутреннее право владычествовать внутри тебя оно культивируется слушай сюда только ощущением благоволения это когда ребенок непослушный чувствует что конфету со стола взять не ну нельзя вот это чувство могу или не могу могу или не могу вдруг он замечает на себе взгляд отца то просто видит по его глазкам что он хочет и такой и вдруг он в этот момент он чувствует а так если он мне сейчас дает эту конфету да еще вот так вот на меня смотрит знаешь что это означает то то что я там делал раньше это все как бы аннулируем все он он простил он забыл и и он тогда смелее говорит папа можем бери знаете что происходит в этот момент ребенок дважды счастлив трижды счастлив отец это знает прекрасно поэтому свой свой разум все время нужно омывать благоволение если бы вы знали друзья мои я не могу всех слов передать как я это делаю особенно в те моменты когда мне кажется что конфету нельзя не я вам даже ну такие знаете как секреты даже выдавать еще не готов пока что но однажды какие слова я говорю что я в ответ слышу но судя по моему дерзновению по моей наглости вы можете понять что там за этой кулисой что-то у меня есть я хочу чтобы у тебя это было если ты из-за это из от этого гаваона не выходишь вот с этой дерзкой позиции что мне можно все гаваон тебе еще нужен еще нужен тебе нужно быть в нем ты конечно двинешься в царстве друзья мои но гаваон у соломона уже был внутри он не возвращался постоянно туда чтоб делать эту процедуру но он возвращался туда мыслями вспоминал этот сон и игорь все тебе дам такого как ты больше не будет золото твое помазание твое все цари будут приходить к тебе приносить славу такого как ты больше нет как вы думаете соломон прибегал к этим словам конечно те вещи которые он делал друзья мои мы будем еще говорить за строительство призвания храма когда соломон вышел друзья мы послушайте меня очень внимательно друзья мои он храм строил 7 лет 7 лет за 7 лет можно было вообще знаете люди иногда ну безбожниками становятся 7 лет прошло соломон слушать сюда внимательно соломон выходит храму молится исходит слава огонь слава там люди не могут стоять ничего ся соломон как вы думаете пронес он гаваон внутри себя за эти семь лет конечно конечно он все еще был в этом огне гаваон жил внутри него гаваон это то что помогает мне друзья мои в моем служении в моем преуспевании в моей семье я помню все божьи слова знаете вот такие вещи такого как ты больше нет все знаете каждый все еще с христиане ходят и трепется горит я уникальный у меня там отпечаток пальца роговица глаз такого как я нет больше на земле кто верит в это настолько чтобы быть дерзким чтобы строить храм чтобы сводить огонь вот признак того знаете чтобы приумножать золото так чтобы тебе его доставляли просто пачками как соломон как вы думаете носил он то что ему отец сказал там или нет внутри себя конечно да и поэтому гаваон он сделал соломона соломон друзья мои царь соломон это то что произошло с ним в гаваоне это не то что дано было по рождению еще раз говорю не адония до него не равам после него не имели гаваона адония обзавелся колесницами на папины деньги пошел взял себе каких-то бегунов завел скороходов знаете собрал половину его свиты себе и такой думает так они служили давиду сейчас они мне будут служить а те знаете уже отстали от жизни и такие о адония да мы будем тебе служить и первое время все выглядело так как будто адония крутой но потом поднялся тот друзья мои предназначены которые найти имел хотя бы хоть одну извилину в голове пойти гаваон прежде чем бить себя в грудь и говорить что я царь я царь и про через ла что-то заявлять и он там сформировался вот это был его дух это было его рождение в царя поэтому когда я говорю сегодня про гаваон он останется вот эти все видео про гаваон еще будут в пользование я дам даю тебе я знаю что это надо сделать примерно неделя 10 12 дней 7 10 12 в зависимости от усвояемости тебе нужно быть в этом не спеши мой друг столько лет ты ходил эти может быть денег не имел в бизнесе не развивался пойми что эта трансляция об избрании это первая любовь гаваона когда написано возлюбил он господа и поэтому оказался в соломон в гаваоне потому что господа возлюбил то что ты пережил любовь с отцом то что ты хотел упасть под его ноги что ты открывал что оказывается можно желать эта трансляция благоволения это то что сделает тебя дерзким вероломным к религии независимо от того что ты обещал религии поступи вероломно сломай это избавься знаешь как от этого ярма скажи да обещал а теперь отрекаюсь от этого от всех обязательств вот этого лжесмирения какого-то знаешь ношение на себе печати раба ну все выкинь еще раз переживи это просмотри каждое видео погрузись так чтобы ты нес это внутри себя когда ты столкнешься с первыми вот этими моментами как придут к тебе там как две блудницы рассуди ситуация где не знаешь и тут правильно и тут правильно и там правильно и здесь про то вот как он говорит это говорит мой дитя это говорит мой дитя знаешь как долги могут кричать этот говорит срочно давай этот говорит срочно давай что делать и у тебя должно быть дерзновение поступить так чтобы эта ситуация рассыпалась вот это взорвет тебя это наделить тебя авторитетом, но это может сделать только тот, кто пережил Гаваон. Меня любят, я особенный. Знаешь, как золото в одной руке, животворящий дух во второй руке. Сейчас мы коснемся этого. И поэтому воспоминания переживаний Гаваона, они важны. Воспоминания пророчеств о том, что Бог сказал тебе, что ты особенный, что ты великий, они важны. Зеркало славы и эхо Божьего голоса. Вот эти вещи. Помните, как мы говорили, ты царь? И в ответ ты слышишь, ты царь, ты царь. Халилюя! Ух, мне это нравится. Именно Гаваон открыл в Соломоне сына Давидова. Друзья мои, Соломон это сын Давида. Ни в Адонии, ни в коем другом. Халилюя! Поэтому, дорогие друзья, наслаждение, вот эти вещи внутри, это первое, что делает Отец с блудным сыном. Это первое, что пережил Соломон, прежде чем начать вот так победоносно действовать. Это то, что дано было пережить Адаму. Наш самый первый пример, наслаждайся и управляй, это Адам. Вот знаете, когда Иисуса спрашивали про семейные отношения, он говорит, вначале не было так. Когда за управление, я тебе тоже могу сказать, вначале так не было. Как мы видим управление сейчас? Все кидаются управлять для того, чтобы наслаждаться. Но вначале не было так. Вначале нужно было наслаждаться, чтобы управлять. Если блудный сын бы не пережил благоволение отца, знаешь, он не бросил ему перстень под ноги. На, живи, как хочешь. Вот восстанавливай все, что ты нагулял. Это труба. Знаете, что он бы стал делать? Он бы стал лихорадочно пользоваться этим перстнем. Хоть как-то реабилитироваться. И жизнь пошла бы снова под откос. Вместо этого отец сказал, да все нормально. Вот перстень обласкал его так, что тот почувствовал умиление. Что тот почувствовал, что теперь он принят. И в Адаме больше всего это видно. Сейчас мы чуть-чуть про золото, я вам напомню. Адам был поселен в Эдем. Мы говорили об этом, но есть те, кто не слышал этого никогда. И слушайте очень внимательно те, кто и слышал. Потому что Адам сразу был поселен в наслаждение. Эдем. Это наслаждение. Теперь слушай, друг мой. Перечень того, что он имел в этом наслаждении, очень важен. Адам не был слеп, живя в наслаждении. Как только он покинул Эдем, он перестал видеть. Уже в Эдеме, вкусив горечи, он стал видеть другое. Он стал видеть жену плохой, Бога злым. Он стал видеть, что кругом опасности все плохо. То есть свою несостоятельность. Он говорит, я голый. Ты еще раз об этом говорили. Пока ты живешь в наслаждении, Бог для тебя родной. Благостью он влечет тебя к себе. Надо постоянно жить в его благости. Внутренней. Друзья мои, благость это не роскошь. Надо положить свое наслаждение в духе. Это просто, друзья мои, не пожелание. Это на самом деле жизненно необходимо. Как только ты лишаешься наслаждения, бери лопату и вперед. Либо убивай, как Каин. Адам не был слеп, только живя в наслаждении. Второе. Живя в наслаждении, Адам знал две вещи касательно процветания. Реку, текущую из наслаждения, которая начиналась в земле Эдем, наслаждение, а заканчивалась, втекала в реку туда, где золото, ну в землю туда, где золото. То есть, когда ты в наслаждении, водительство к процветанию, оно просто, ну элементарно. Ты, во-первых, течешь к изобилию обычным образом. Тебе для этого не надо, знаешь, даже вот, как мы говорим, там сокровища скрытые во мраке. Для Адама никакие сокровища не были скрыты во мраке. Очевидная река, очевидное место, очевидное золото, и золото хорошее. Что это означает? Это означает река, которую, вот мы учились за поток два года, река, которая течет внутри тебя, друг мой. Она предназначена соединить твое внутреннее наслаждение с вполне себе очевидным золотом. Также эта река открывает золото скрытое, я имею ввиду сокровища познания. Но это отдельная тема. Но всегда река, которая, вот поток внутри тебя, Духа Святого, ведущий тебя к богатству, он течет из, как написано, от престола, и он течет из наслаждения, из эдема, из соответствующего состояния. Не дай бог, вам нравятся злые начальники? Раздраженные, жадные, одержимые, сидящие на престоле. Нет, ты думаешь, этот вообще, он разрушит все, уничтожит меня. Поэтому мало сидеть на престоле, нужно переживать вот это постоянное наслаждение, друзья мои. Тогда ты не будешь слепым. Тогда ты не будешь смотреть на свою жену вот так, как ты смотришь иногда злыми глазами. Мне нравится, что даже на курсе многогранного процветания есть куча свидетельств, где отношения к жене, к мужу писали в разных чатах слушатели. Вдруг, кажется, какое вообще отношение, курс многогранного процветания к семейной жизни? Самое, что ни на есть. Потому что, когда ты хочешь процветать, ты начинаешь жить в эдеме. Ты начинаешь жить в наслаждении, ты начинаешь предвкушать. И что? У тебя даже глаза на свою жену открываются, что она оказывается крутышка, малышка. Что она вообще классная, бусечка. Ее надо на руках носить, дарить подарки. Даже если нет денег, есть старание подарить подарки. Ну, вообще, друзья мои. И поэтому Адам, слушайте внимательно, был окружен изобилием. Ты окружен изобилием созерцательно, как минимум. Смотри, что тебе нужно. Адаму важно было видеть изобилие. Кто-то может сказать, но он на самом деле был окружен изобилием. Друзья мои, как только он ослеп, даже находясь в изобилии, он не видел его. Он не видел его, все. И здесь то же самое, в каком бы изобилии тебе, ты когда-нибудь видел людей, которые как сыр в масле катаются и говорят, что у них нет денег, у них все плохо. Я видел таких, постоянно вижу. И это слепота. Это слепота. Поэтому вопрос видеть изобилие, это вопрос созерцания, открытых глаз. Как написано, чтобы дух премудрости откровения показал вам наследие. Вот оно, изобилие. И в этом состоянии, услышь меня, именно в этом состоянии, Бог считал, что Адам способен управлять землей. Можно ему показать, где золото. Именно в этом состоянии. Как только он этого состояния лишился, владычество от него отошло. Все, сразу же он стал слепым, ему дали лопату и сказали, вот теперь твоя жизнь. Поэтому, если ты думаешь когда-то наслаждаться, когда разбогатеешь, скорее всего, ты в этот момент живешь жизнь Адама с лопатой. Тебе нужно наслаждаться уже прямо сейчас, вернуть себя созерцательно в свое наследие и не схватить с него глаз. Именно в этом состоянии Бог считает, отец твой, что ты можешь управлять. Поэтому он сначала дает благоволение, ощущение благоволения. Чтобы ты расслабился и был способен, две вещи, видеть и править. Благоволение связано с тем, чтобы видеть и править. Поэтому написано, что приемлющее обилие благодати будут править. Вот это, видеть благодать во всем. Благодать просто. Через рассматривание творения. Второе, в этом моменте. Отец поручил людям наполнять землю. Слушайте внимательно. Только человек, живущий в наслаждении, может землю чем-то наполнять. Люди, живущие в нехватке, они опустошают землю, чтобы наполнять свое чрево. И таким образом владычество меняется на потребительство сумасшедшее. Человек, живущий в наслаждении, он будет наполнять землю, он будет источником. Самое главное, что и у него будет умножаться, и все будет умножаться. Человек, который живет в состоянии нехватки, срочно нужны деньги, он будет опустошать и даже красть. Это вот почему я никогда не даю деньги людям, которые говорят, дай мне срочно надо там. Это бесполезно. Бесполезно. Во-первых, он не вернет, если даже одалживает. Во-вторых, неправильно распорядиться. Человек, который просто хочет дырки там затыкать, да, я там передажу, у меня там будет, я тебе отдам. Я сразу знаю, он не отдаст. Это искушение. Я иногда просто даю и все. И знаете, что интересно? Друзья мои, вам это нужно наблюдать. Когда у тебя есть мудрость, ты это видишь. Вот человек, который просит деньги срочно, ты если всмотришься в его жизнь, то через день, через два, через какое-то время ты узнаешь, что он надалживает не только у тебя. И всем говорит одну и ту же ерунду. Вот это я отдам, там это будет все. То есть у него какая-то лживая картинка перед глазами, где у него что-то там будет. Вместо истинной картинки, что у меня все есть, мне не надо ничего вот рыпаться и все. А если нету, если давит. Нет. Значит за реку все отводим, сказать не буду ничего делать. Ну хоть трава не расти, не буду и все. Аллилуйя. Смотрите дальше, друзья мои. Соломон должен был строить храм. Вы это знаете, мы к этому вернемся. И у Соломона, помните мы говорили, позиция золотого города. Вот Соломон реально, друзья мои, в своей жизни позицию золотого города реализовал. Точно как в золотой город написано, цари приносят славу, достояние. К Соломону поперли караваны. Цари хотели с ним дружить, искали с ним близости, выдавали за него своих многочисленных дочерей. Соломон был красавчик. Все богатство народов, окружающих его, все хотели засунуть в этот город. Запомните, друзья мои, когда ты реально, когда ты реально живешь в позиции золотого города, вот это наслаждение, ты знаешь, что твои глаза видят. Знаешь, как течет поток, ты знаешь, где золото. Но самое интересное, друг мой, что все окружающие, ты заметил, что люди с большим удовольствием дают тому, у кого есть, чем дают тому, у кого нету. Обычная логика. Сам бог так устроил, имеющему приложиться. Люди хотят иметь дело с тем, у кого есть. Смотрите, друзья мои, это очень просто работает. Мы еще поговорим за это потом. Вы видите человека преуспевающего и видите человека, у которого как в прорву все уходит. Вы свои деньги кому хотели больше дать? Хочется своими деньгами каким-то образом участвовать в успехе этого царя, этого человека. Вот ты знаешь, что если вот туда вот закинуть, вот все будет хорошо. Так или иначе. Ну, когда ты видишь, ты думаешь, ну вот как Иисус говорит, бедных всегда имеете. Ну, знаете как, бедный, беднеет, богатый, богатеет и так далее. Поэтому Соломон жил эту жизнь золотого города. Вот к чему я призвал в открытии курса. Жизнь, жизнь золотого города. Потому что именно в золотой город будут приносить. Пускай все вокруг тебя думают, что у тебя все есть. Я делал эти заявления, что у меня все есть, тогда, когда у меня не было вообще ничего. Люди почему-то вокруг меня всегда думали, что у меня где-то есть деньги. Они там разные вещи обо мне подозревали, что-то там, знаешь, под микроскопами мою жизнь рассматривали. Иногда ничего не находили, но все равно говорили, где-то у него что-то там припрятано. А меня это устраивало. И я хочу, чтобы все вокруг меня знали, у него все есть. Я хочу иметь с ним дело. Я хочу дать ему еще денег, потому что с ним свяжешься, сам будешь процветать. И процветаю. Так и происходит. И Соломон, он и жил такую жизнь. Теперь смотрите, друзья мои. Уже мы близимся к финалу. Наслаждение, подводим итог, держит человека беззаботным, зрячим и знающим. Беззаботным, зрячим и знающим. И один из пунктов, который усвоил Соломон в Гаваоне, в эту ночь Соломона, это пункт «Править лучше, чем просить». Помните фразу Бога, которую он сказал Соломону? Говорит «За то, что ты не просил». И кто-то может сказать «Ну вот, а ты говорил, просите, не продешевите». Правильно. Соломон просил. Но вместо всего этого он попросил перстень, по сути, на палец. Услышали, друзья мои? Он не захотел попросить это или это, потому что управление включает все. Скажу, почему я всегда за управление. Лучше сейчас чего-то не иметь, но иметь управление. Почему? В прошениях постоянных, слушайте, очень внимательно. Когда ты постоянно только просишь и не хочешь управлять, с тобой происходят две вещи. Первое. Ты начинаешь дистанцировать со с Богом, с Отцом. Почему? Потому что у тебя не возникает момента «все твое-мое». Он возникает только в управлении. Значит, когда ты говоришь «дай мне», получается так, что ты говоришь «есть твое, а есть мое». Вот у меня сейчас нету, а ты мне дай. Поэтому, когда мы говорим о желаниях, это не произносится, почему мы и учились, это не произносится как «дай, дай, дай». Это произносится «ты говоришь желание», а он учит тебя, как этим управлять, потому что это уже есть. И Соломон, он хитренький, знаете, он взял и сразу говорит, ну как бы так, мы так утрируем, да, он говорит, ну попроси это, так это надо, это попроси, так это надо. Как, чтоб такое попросить, чтобы сразу все стало мое. И вот отцу это понравилось, он говорит, все твое, тогда тебе только управление надо попросить. Он говорит, точно, хочу править. И по сути дела, говорят, друзья мои, когда у тебя возникает управление, тебе пропадает нужда просить. Тебе не надо просить, ты уже не просишь, а просто рулишь. И всегда рулить оно лучше, чем просить. Каждый раз, когда тебе приходится просить, у тебя все время будет проходить душа такой момент, достойный ты там, недостойный. Вот эти, знаешь, у тебя будешь в искушении постоянно. Поэтому, ну иметь, ну как свое, или как правильно сказать, иметь управление, иметь на все право лучше, чем постоянно просить, думая, что право дать или не дать принадлежит Богу, ну отцу, а тебе нет. Нет, вот это и называется наследие. Вместе с имуществом ты получаешь владычество. Не только имущество, еще и владычество. И еще от Адама, друзья мои, от Адама сделано все так, чтобы не просить. Разве Адаму было сказано, вот тебе рай, вот тебе земля, если что надо, проси. Нет, ему было сказано, вот бери и владычествуй. Тебе сейчас надо управлять, тогда это твое. Когда ты начинаешь становиться в позицию, что если что надо, я попрошу, тем самым ты говоришь, владычество у тебя, у меня пока нет. Понимаете? И от Адама все так сделано. Вместо просьб, он гуляя по саду в прохладе дня с отцом, с Богом, он учился владычеству. Вместо просьб. Религия все сделала так, что ты вместо того, чтобы наслаждаться прогулками с отцом, выпрашиваешь себе что-то. Адам, например, он когда, ну вот я вот себе просто рисую картину, он гулял с Богом, слышал его голос, голос для него был родным, родным, пока он был зряч, пока он был в Эдеме. И он открывал свои желания, он что-то видел, что-то познавал, шло общение. Заслышав голос Бога в саду, он бежал ему навстречу. Не было никакого укрыва, опять он что-то отберет. Вот, помните как в религии, какое бремя еще от Господа? Бог говорит, я ненавижу это, почему вы думаете, что я несу бремена? Я снимаю бремена, я облегчаю бремена. Наоборот, возьмите это на себя. Итак, друзья мои, отец мыслит вот так. Управляй чем умеешь и взойдешь на больший уровень. Религия мыслит так. Ты не можешь ничего требовать, ты можешь там просить, даст, не даст, как Бог усмотрит. Никогда никакой определенности нет. И последнее, друзья мои, мы говорим за наслаждение. Оно связано с управлением. Только из состояния наслаждения возможно реальное управление. На своей жизни, как я уже сказал, я переживал эти вещи каждый раз, когда я что-то делал из нужды, что-то делал из злости, еще что-то, мне приходилось потом переделывать. Но каждый раз, когда я входил в это состояние, иногда это требует определенной концентрации, когда ты еще не привык, тебе еще надо, ну, как себя уговорить быть в хорошем настроении, как себе показать это. Для этого мы делаем такие вещи, как зеркало славы. Я говорю, мой дом невидимая, невидимая мой дом, это моя реальность. И когда ты себе это говоришь, уже увиденное в созерцании, для тебя это вообще, да и аминь. Тогда твоя душа начинает насыщаться благами. Ты чувствуешь, как поток сладостей течет внутри тебя. Выходишь, даже не выходишь, а остаешься в этом состоянии, но уже смотришь на все другими глазами. И вдруг замечаешь, что чем больше ты в этом находишься, тем больше вокруг все получается. Все получается. Это состояние, оно так и называется. Все получается. Я видел религиозный подход к этому. Люди веселятся, папочка все даст, все даст, все даст. Внутри них все равно живет злость. Я знал, что ты человек злой. Ничего ты мне не дашь. Я себя проверяю максимально глубоко. Ты действительно веришь, что у тебя это будет. И пока меня не распирает от счастья, что это будет, счастье распирает меня дерзновением что-то сделал. А я сейчас проверю, будет или нет. И проверю не так, чтобы сказать, я знал. А нет, да будет, будет. Где Бог или. Да и раступилась река. Последнее, что я скажу, друзья мои. У тебя появилась с Гаваонской ночи новая ипостась. В познании. Новая ипостась. Новый твой образ. Этот образ называется премудрость Божья. Вы знаете, что Сын Божий, Иисус, назван премудростью Божьей. И премудрость это тот, это личность, это Бог, в руке которого в левой богатство и слава, то есть успех, осиятельный успех и деньги. В другой руке долгоденствие. Долгоденствие это нетление, помазание, воскресение. Вот это вечные вещи. Скажи вместе со мной. Нетление, долгоденствие, воскресение, жизнь с избытком. Вот это в правой руке. В правой руке это означает правящая рука, она должна действовать вечными вещами. Кто-то может подумать, как это делать? Это делать так, что все твои решения должны, вот в правой руке это решение, они должны быть вдвижены в вечностью. Они не должны быть там, так, ну сейчас кое-как мы тут подсуетимся, что-то золотаем. Нет. Победоносно, мощно, неубиваемо и вечно. Что означает, что в руке у тебя богатство и слава? Это означает, что деньги и успех он в твоей руке, даже не в правой, в левой. Знаете, в миру есть такое выражение, одной левой, вот просто левой. Левой имеется в виду более слабая рука. Ну правая типа считается, это сильная, левая как помощница. И одной левой это означает легко. Значит, богатство и слава в левой это означает легко. Легко. Все, что касается успеха и богатства, это не должно быть нажито непосильным трудом. Не лопатой, а именно легко. Все удается. Удачливый сын Божий, потому что ты теперь ипостась премудрость. Сказана вот такая фраза есть, что он вывел нас из царства тьмы и ввел нас в управление возлюбленного сына. Слушайте внимательно. Сейчас я говорю о нескончаемости твоего управления и мы сейчас будем молиться. Написано, он ввел нас в царство сына возлюбленного. Царство это управление, правление. Он ввел тебя буквально, возвел на престол в позиции сына своего возлюбленного. Ты сидишь на престоле не просто назначенным каким-то царем или правителем. Нет. В позиции возлюбленного сына. Что это означает в этом контексте? Об этой позиции, о престоле Давида, об Иисусе сказаны такие слова. Сказаны такие слова, что царство его, умножению владычества на престоле Давида не будет конца. Скажи, не будет конца. Это означает, что твое управление бесконечно. Слушай внимательно. Твое управление бесконечно. Мне нравится, что слово бесконечно связано с нашим восьмым уроком. Восьмерочка, знак бесконечности, она будет тебе напоминать постоянно о сроке твоего правления. Правление твое бесконечно. Сейчас я тебе покажу, как это работает. Именно очень важно, друзья мои, понять, что ты введен в царство сына. Это не просто директорская должность, с которой можно слететь, если что-то не так. Слушай внимательно. Это не директорское кресло, и ты не на контракте. То правление, в которое ты введен, не закончится никогда. Так а если я что-то не то натворю? Не закончится никогда. Твоему правлению, как возлюбленного сына, не будет конца никогда. И для чего я это говорю? Когда вы сейчас начнете править и распоряжаться, послушайте меня внимательно, дорогие друзья, сейчас, в следующем уже нашем блоке, мы будем приходить к практическим вещам, которые нужны будут, чтобы делать реальные шаги, видимые. Возможно, в этом периоде твоего царствования, вот в начатках, у тебя возникнет мысль, что вот это правление, это не для тебя. Возможно, ты ошибешься, даже что-то натворишь. И у тебя возникнет мысль, что, ну, мое царство там закончилось, или не состоялось, еще что-то. Я тебе хочу сегодня Духом Божьим сказать. Эта позиция, она вечная. Эта позиция, она вечная. Миллионы верующих сынов Божьих обманулись, когда начали воплощать свое призвание, у них что-то не получилось, и они сказали, наверное, я взялся не за свое. Наверное, это не мое. Наверное, я сделал такую глупость, которая теперь, она непоправима. Я слетел, я упал, я там напился и стал с блудницами что-то делать, ну, вот как блудный сын, да. Потерял этот перстень, теперь я могу быть только на подхвате, может быть, максимум подавать снаряды. Хорошо, если бы отец мне дал еды, как своему рабу. Я тебе хочу сказать, царство возлюбленного сына, написано. Царство сына возлюбленного не закончится никогда. Это о нем написано, об этой позиции, что умножению владычества на престоле не будет конца. Вот что значит царство возлюбленного сына. Оно не может закончиться. И я тебе последнее, что приведу, просто пример. И, друг мой, тебе надо это запомнить. Ты подумал, что это конец царства, но поток течет. Поток не заканчивается никогда. Это именно то, что в твоей правой руке. Нетление вечное, долгоденствие. Все, что ты делаешь, все, чем ты правишь, имеет печать долгоденствия. Вот он перстень. Никогда не заканчивается. Владычество вечное. Первое, что вернул отец блудному сыну, одел снова эту печать владычества. Он шел и думал, я не достоин называться сыном. Буду в этом царстве в позиции слуги, раба. Но отец, теперь услышь меня всем своим сердцем и умом. Отец не может принять сына в качестве раба. Не может отец принять сына в качестве раба, что бы он не натворил. Никогда. И если ты мне не веришь, я хочу задать тебе вопрос. Что должен натворить твой сын, чтобы ты взял его домой в качестве раба, а не сына? Нет ничего такого, друзья мои, что бы можно было сделать, что бы отец отменил. Это и оставил тебя в качестве раба. Поэтому сын был моментально восстановлен в статусе. При всем при том, друзья мои, что восстанавливался он в статусе не в глазах отца, а в своих. И поэтому, как бы ты не загремел, мой друг, что бы у тебя получилось или не получилось на этом царствовании, когда ты уже обнаружил себя вот после этого Гаваона, как Соломон. Друзья мои, Соломон умер царем. Все было там у него очень нехорошо в конце жизни. Но умер он царем. До конца был царем. Саул там, знаете, делов наделал, но он умер царем. Никто не сдвинул его, никто не сместил его. Поэтому владычество сына возлюбленного, оно вечное. Никогда в жизни, это вот ради этого, друзья мои, я вот говорю, за наслаждение, за желание, за все что угодно, никогда в жизни отец не подвинет твое владычество. Потому что владычество возлюбленного сына, оно вечное. Не может отец принять тебя в позиции раба в своем царстве. Это невозможно. Это невозможно. Что бы ты о себе не думал. И поэтому подведем итоги, друзья мои. Доживет царь Соломон. Просто произнеси свое имя сейчас. Произнеси там, скажи свое имя. А я говорю, да живет царь. Да живет царь. Да правит царь. И я хочу сейчас, друзья мои, молиться. Я хочу буквально созерцательно погрузиться с вами в это откровение, в эту молитву, в этот поток, чтобы ты пережил, чтобы ты почувствовал себя в этой ипостаси премудрости Божьей. Чтобы ты в этот момент ощутил эту трансляцию, что все, о чем ты мечтаешь, это в левой руке легко. Потому что в правой у тебя сила животворящего духа, сила вечных побеждающих решений правления. Я хочу, чтобы ты ощутил наслаждение того, что тебя окружает. Я хочу, чтобы ты ощутил это благоволение Отца, который не согласится никогда признать тебя кем-то, кроме как сыном и правителем, царем, никаким рабом, никаким слугой, никаким попрошайкой. Я хочу, чтобы ты ощущал эту эйфорию, чтобы ты ощущал это наслаждение, о котором мы говорим, с которого начинается твоя жизнь. И эйфория, в которую ты превращаешься с каждым своим познанием, сплошной сгусток, наслаждение небесного торжества. Ты готов молиться со мной такой молитвой? Восядь как следует на престоле, прямо сделай это. Хорошо, если ты прямо сейчас еще даже положишь под ноги свои деньги, сядешь удобно вот так на стуле, прямо на кресле, на диване, где тебе удобно. В машине, если ты сидишь, это тоже хорошо. Положи сейчас под ноги, это наш такой, знаете, пророческий акт, созерцательный акт. Положи под ноги свои деньги. Можешь поставить на паузу, положить, и мы продолжим. Вот. И садись, восядь. И давай мы сейчас с тобой просто провозгласим несколько вещей, глядя на наше царство. Не стесняйся, делай это, мой друг. Знаешь, когда все начнут видеть сияние твоей славы, успеха, будет кому-то не до смеха, возможно. Смеяться будешь ты. С силой веселится царь, духом животворящим. Возьми сейчас просто, посмотри прямо перед собой, возведи очи. Оглянись просто. Оглянись просто. Оглянись просто на великолепное, на великое наследие, которое дал тебе отец, в которое он ввел тебя. Ты такой маленький царь, молодой царь, независимо от того, сколько тебе там по паспорту лет, при восклицаниях, доживет царь. Я сейчас слышу просто вот эти потоки ветра, воздуваемые многочисленными ангелами, которые вышли, чтобы утверждать твое царство, чтобы делать так, чтобы нога твоя не соприкоснулась с землей. Ни с чем, что может тебя тяготить, приземлить, придавить. Ангелом своим повелел он, чтобы ты не приткнулся оками-нагою. Возьми свою правую руку, прямо сожми ее вот так, и скажи, в моей руке моя сила, мое управление, мое владычество в духе животворящем, оно вечное, поток не закончится никогда, и вместе с потоком никогда не закончится мое правление, как бы я не ошибался, как бы я не падал, что бы я не думал о своем достоинстве, никогда, никогда мое правление не закончится. Аллилуйя, почувствуй, я хочу, чтобы ты сейчас чувствовал. Мой друг, я тебе просто скажу сейчас, когда ты созерцаешь свою правую руку, ты должен созерцать из нее потоки жизни. Когда ты возлагаешь свою руку на людей, ты должен знать, в твоей руке долгоденствие, нетление, просто наполняет жизни всего, к чему ты прикасаешься. Если твоя рука касается бизнеса, касается служения, там все тут же наполняется животворящей силой Бога. Скажи сейчас, созерцательно наблюдая, как жизнь течет, делай это вместе со мной. Жизнь течет в твоей правой руке. Давид говорил, всегда видел я Господа в своей правой руке. Всегда в моей правой руке была сила Божья, Он одесну, и я не поколеблюсь. Это как сам Отец направляющий твою правую руку. Жизнь и нетление в моей правой руке. Я сейчас почувствовал желание, кому-то нужно положить руку правую, когда ты чувствуешь, что в ней течет жизнь, положи на сердце и будь исцелен. Сердце исцеляется прямо сейчас. Теперь повернись в своей левой руке и осознай в наслаждении, что на самом деле успех, которого так алкала душа твоя, он одной левой. Это даже не то, на чем стоит так зацикливаться. Успех и обеспечение. скажи, в моей руке, в моей руке навечно успех и обеспечение. Я премудрость Божья. теперь подними две свои руки. Сила животворящего духа, успех и его сияние и богатство в твоих руках, скажи, в моих руках. Нетление, помазание и золото. Прямо так почувствуй. В моих руках нетление, помазание и золото. В моих руках безоговорочный успех. В моих руках золото. В моих руках жизнь вечная. Я Сын Божий. премудрость всемогущего отца. Его обнаженная мышца. Мне все можно. И я решаю, что мне полезно. Спасибо, отец. Давай, конечно же, направим свои взоры к нашему любимому отцу. Отец, привет! Я здесь, в этой прохладе дня. Я здесь. ты царь. Вы помните, да, что вы сейчас должны слышать это эхо его голоса в этом раю, в этом саду. Я здесь. Я здесь. Ты царь. Ты владыка. все в твоих руках. Все в твоих руках. Твое мое тело, твой мой дух, твое мое сознание, твое мое богатство и слава, твое мое долгоденствие. доживет царь. Доживет царь. Доживет царь. Спасибо, отец. И сейчас положите руки на свою голову. Я как всегда хочу высвободить помазание. Вау. Эту силу приобретать богатство. Силу управления. Отец, я благодарю тебя. Помазание, отец, на разум. Одно сознание, один дух, одно тело, одна слава. Я прямо сейчас вижу эти славные мозги, славный разум, как обнаженная мышца для управления. Я сейчас получаю слово знания, что меня будет слушать вот вы человек, который видел миллионы. У вас были миллионы, у вас были многочисленные возможности. Вы думаете, как вырасти, как умножиться. Вы прошли много кризисов. И отец говорит тебе, бизнесмен, отец говорит тебе, предприниматель, ты мой сын. Я все верну силой животворящего духа. Я вижу сейчас он как будто как ковчег открывает вашу голову и как будто вкладывает туда. Всегда в ковчеге есть скрижаль. Это слова Бога для конкретного периода, для конкретной эпохи. И отец вкладывает сейчас эту скрижаль в ваш разум. У вас будут сны, у вас будут созерцания, у вас будут новые идеи. я вижу как он запечатывает это, представляет ангелов, чтобы они соблюли, приготовили путь, сохранили это слово. Как написано, что закон был преподан рукою ангелы. в этом были задействованы ангелы. Это вам говорится, мужчина, вы видели, что такое преуспевание. И отец открывает, открывает эти новые эпохи, этапы вашей жизни. Посреди хаоса тихо будет расширять и насаждать новые проекты. Отец, я благодарю Тебя за то, что помазание Твое могущественно изливается. Благодарю Тебя за то, что благоденствие, полное отсутствие опасностей так будут видеть глаза Царя, как все содействует ко благу. Держи, держи руки на своей голове. Ты сейчас держишь в руках самое великое сокровище, которое только можно придумать. Это золотой ковчег твоего сознания. Одно на двоих с Отцом, единое. И скажи сейчас я и Отец одно. Повтори за мной эти слова, просто Отцу сейчас скажи. Твое мое сознание, наше сознание, твое мое тело, наше тело, твой мой дух, наш дух, я и Отец одно. Аллилуйя, Аллилуйя. Спасибо, Отец, я молю тебя, приношу тебе свое желание и перетекаю, принимая твой Божий мир в отношении каждого, кто когда-либо будет смотреть это видео. Я направляю эту трансляцию успеха, неизменного успеха, непобедимого успеха, явления и воплощения очевидного успеха. Отец, мое желание, чтобы каждый преуспевал, каждый преуспевал, пусть Вавилон увидит, пусть мир увидит, пусть принесут в этот золотой город, свою славу, свои достижения, потому что Сын на престоле Давида достоин принять богатство и славу. Халилюя! Ну вот, дорогие друзья, на этом мы будем заканчивать наш урок и продолжать наш курс. Обязательно просмотрите Гаваон, проникнитесь, еще недельку я даю, чтобы вы им пропитались, сложили все, что нужно в сердце и помните, отец вас сильно сильно любит. До встречи! Мы нищие и многих обогащаем, это наша власть. Мы нищие себя называем не потому, что у нас ничего нет, а потому, что мы сделали дистанцию, отрешились, мы сказали, да это все ерунда, управление номер один. Ты поставлен на управление, поставлен как сын, на который мы поставили печать на лбу, раздавать хлеб жизни. Это сын, который не говорит, да мне козленка, сын, который раздает этих козлят, назначает урочно, служанкам, меру хлеба выделяет. Мне не нужен миллион долларов, мне нужно миллион возможностей. Процветание не здесь. Процветание здесь. Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание.